Дорогие друзья, продолжаем наше путешествие по книге Тиелим. 69-й псалом мы добрались до него. Большой псалом, очень разносторонний, разнообразный, много толкований на него. Из основных, что пишут все древние источники, что это молитва преследуемого, оболганного врагами, друзьями, молитва помощи и спасения от врага. Это вот в сути 69-го псалома. Пишут мудрецы, что он очень помогает для людей с большими вожделениями, со склонностью к зависти. Всегда, если человек хочет что-то другого и понимает, что это беда, нужно читать псалом над стаканом воды, потом говоришь браху на воду и выпиваешь стакан. И это очень помогает. Очень полезно написано для спасения от бед. Мы это уже говорили как систему, но вот здесь вот дополнительно. От бед надо три раза в день читать, когда беды, не дай Бог, настигают. Это очень помогает. Также спасение от всяких неприятностей, связанных с водой, путешествия по море, наводнение. Надо тут же читать этот псалом. Для очищения от греха, если человек мучается от содеянного и ему хочет сделать раскаяние, и это мучает, он понимает, что грех над ним висит. Надо 30 дней ходить в синагогу и по утрам читать два раза подряд этот псалом. Что еще? Для спасения от врагов носят отдельные пасуки. Есть в этом псаломе. 19-й пасук. Приблизься к душе моей, избавь вопреки врагам, выручи ее. Вот этот очень сильный пасук. 28-й пасук этого псалма. Читают для избавления от врагов и ненавистников. Первую часть, которая прибавит грех и так далее. Вот это читается. Очень интересно, что этот псалом в древних книгах написано, помогает для зачатия детей. Нужно заказать у Сойфера на Клафе, написанный 69-й псалом, сделать из него такую камею и давать женщине наносить на себе. Это очень помогает. Кроме этого, кстати, говорят, что если беременная женщина даст поесть из своих рук женщине, которая не может зачать, это тоже очень помогает. Еще есть особенность 69-го псалма, это молитва против ревности. Когда человек сильно мучает ревность, он должен читать 69-й псалом. 14-й пасук этого псалма, это молитва во время благоволения. То есть, когда ты чувствуешь что-то, что получается, читай 14-й пасук. В момент опасности 19-й пасук с каваной написано на слове геала. То есть, это тот, приблизься к душе моей, избавь ее, вопреки врагам выручи меня. Там карва или навши геала, геала, надо на это слово концентрируйся, это помогает. Из этого псалма еще выводят очень интересную вещь, я не буду там долго рассказывать, но что имя, про имя матери самого целя Давида. Написано, что имя мамы Давида, это огромная сгула для шедуха. Нужно 17 раз произнести имя мамы Давида. Ее звали Нецавет Бат Адеэль. И перед любой молитвой, перечтением теглими, другими молитвами 17 раз читай это все и очень помогай. Вот вроде все про 69-й. Брахава от слаха. Субтитры застал! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok